Всем привет! Сегодня мы с вами посетим пещерный город, который называется Мангуб-Кале. Он был построен в 4-8 веках нашей эры. Мы очень часто были в этом месте, но проезжали около Бахчисарая, проезжали всегда это место. И в этот раз с нашими друзьями из Саратова мы решили его посетить. То хочет остаться и посмотреть, как это все выглядит. Нажимайте на паузу, а мы с вами поехали. Мангуб-Калли Короче, едем на дустере. Если бы не он, тут просто пипец. Вот это еще цветочки. Только цветочки. А там были такие ямы. Если обратно поедем, буду выходить, я вам покажу обязательно, как сюда добираться только на УАЗиках. Да, они уезжают направо. Сейчас мы сходим посмотрим. Смотрите все равно по карте, а я подниму сейчас 2 секунды. Так, ребят, видите, все волнуются. Дорога, конечно, трэш. Но вот это еще тоже более-менее дорога, которая была. Ну ты, мне кажется, здесь проедешь. Вы тогда садитесь, и я буду подниматься. Ну, по крайней мере, я смогу. Вы как это? Или подожди, я поднимусь туда до верху, позвоню тебе. Пойдем. Просто, чтобы ты не... А, ну, чтобы дорогу сам посмотрел, да. Вот я единственное думаю, что они специально сюда возят для того, чтобы на УАЗиках покатать вот по этой колдоебине. Вот такая дорога. Пипец. Нет, там-то вообще где-то, где мы выходили, там совсем был трэш. Здесь как-то все-таки, мне кажется, ты спокойно проедешь. Ну, что? Ребята, вот такая белая дорога. Она очень красивая, видите? Ну, это трэш. Сейчас мы разговаривали с людьми, они ехали на ладе. Ну, естественно, низкопрофильные, вообще мне здесь не проехать. Едут только джипы, пылища с толбом, поэтому, возможно, что мы сейчас с вами окажемся в пыли этого белого песка. Очень красиво, говорят, там наверху. Но самое сложное, вы проехали. Дорогу я вам примерно показал, но там просто был вообще трэш. Такой трэш, что это... Ну, мы бы сюда на своей Шевроле бы точно не проехали. Поэтому очень много комнат. Ну, посмотрим, мы с вами были в том году в Чуфуткале. Посмотрим, что здесь. Говорят, 20 комнат. И вот, и все они как бы практически остались целиком. Но опять, у каждого же разные впечатления. Поэтому здесь нужно будет нам с вами сравнить. Ну, кстати, дорога более пологая. Вот я сейчас иду, чем мы шли в Чуфуткале там, потому что вообще прям резкий подъем и много не находишься. Вот. Поэтому идем, посмотрим с вами. Обязательно лайкос за это видео, потому что мы такое-то натерпелись. Все переругались. Потом кто-то кричит, нет, поехали. Кто-то говорит, нет, не поехали. Кто-то говорит, давай оставаться. Кто-то, нет. Потом нет, вроде дорога нормальная. Ну, в общем, дустер, ребята. Я не думал, что это такой автомобиль. Это просто круть. Реально. Ну, здесь совсем уже такая пологая дорога. Рома ушел обратно. Обратно пошел за машиной. Там Рита, там Олеся, Пашка, Рома. Ой, господи, все, как Рома, снова Рома. Вот. Матвей. Вот, короче. Давайте посмотрим, что здесь за вид. Смотрите, какая красота. И вот такие джипы ездят. Вот. Красотища. Ездят одни джипы. Так что. Сейчас им надо будет как-то там еще это. Разъехаться. Ну, здесь дождь, наверное. Такие водные потоки, что смотрите, как наверное, на видео все-таки это не отображается. Просто тут как пропасть. Есть известняк. Так что это, ребята. Что-то они не едут. Не едут. Правда, к ним туда навстречу 3 джипа уехала. Фиг знает. Но у меня я посмотрел, связь есть. Чтобы, если что, позвонили, и вы не спускались. А я тогда пешком обратно вниз пойду. Что-то простояло. Я их прождал. Их нет. Ничего не понимаю. Звоню, не дозваниваюсь. Может быть, они мне тоже звонят. Стоял, 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 стоял. Тишина уже вниз. Еще 2 джипа прошло или 3. Может быть, там они приняли решение, чтобы не ехать. Но по сравнению с той дорогой, которая была внизу и та, которая сейчас, это, конечно, вообще тут можно было проехать. Но, видите, машина не наша. Машина вот Олеся с Ромой, с Ритой, которая вот из Саратова. Ну, там по такой дороге прямо ехали, веселились. А здесь, получается, может приняли решение не ехать, хотя дорогу, вот видите, можно было проехать. Уже, в принципе, даже на низкопрофильной, потому что с одной стороны вот она склон, а с другой стороны вроде бы как нормально. Получается, Чуфуткале, я не знаю, вот вы видите, вот за мной листва и там вот прямо вот гора. И вот это уже Чуфуткале. Ой, Чуфуткале, не Чуфуткале, господи, все уже перепутал. В общем, вот этот пещерный город. Ну, не знаю, стоял, сдал, принял решение просто спускаться обратно. Обратно, просто вниз идти. Хотя я прошел здесь, наверное, ну, 500 метров, наверное, может, чуть-чуть побольше. А оставалось вот там, как и ребята сказали, где-то полтора километра. Ну, ладно. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Я сам не знаю. Вы смотрите этот влог, и я сам не знаю, доберемся мы туда или не доберемся. Возвернутся они, едут наверх или ждут меня, потому что я звоню всем, ни у кого абоненты не отвечают. Ну, просто обидно, что я столько тоже прошел вверх пешком. Дорога нормальная по отношению с тем, что мы там уже поднимались. Красота, конечно, охренительная. Вот обратно спускаюсь там, где вот этот я вам показывал. Видимо, как вода льется. Ручей этот горный, когда дожди идут. Слышу, прислушиваюсь, как... А, это сзади машина едет. Иду и прислушиваюсь, но вот видите, опять джип спускался снизу, вот сверху вниз. И едет еще один, по-моему. Поэтому... Ну, видимо, испугались, что ли. Ну, такую дорогу проделали там уже внизу. Сюда до половины добрались. Оставалось полтора километра, вроде более-менее по нормальной дороге. Ну, вот... Ну, то, что может быть, джипы навстречу идут. Не знаю. Хорошо, что солнца, кстати, нет. Потому что было бы, наверное, тут солнцепек пешком тут не добраться. Ну, хотя люди вот там оставили внизу машину, спокойно поднялись. Не так круто, как чуфуткали. Здесь можно спокойно вот идти водичку, чепчик на голову и спокойно идти. Возможно, что мы потом просто поднимемся. Если сейчас ничего не получится, просто потом пешком с Пашкой приедем. Также внизу машину оставим. Еще узнаем, сколько стоит на этих... на УАЗиках подняться. Подняться на УАЗиках. И, если недорого, может, там тысячи с человеком, то, может быть, мы поднимемся. Ну, вот Олеся говорила, что они были в мраморной пещере. Там 3000 за весь УАЗик. Ну, сколько УАЗик человек влезет? 6, 6, 7, ну, как минимум, 8. Вот. Блядь. Да уж. Ну, зато персиков купили в Бахчисарае. Без приключений здесь не обойтись. Ну, и, конечно, в нашей машине в любом случае сюда не подняться на Шевралюшке. Вот. Поэтому тут только на каких-то больших машинах. Ну, я говорю, единственное, что там просто был трэш по колье. Здесь нормально. Можно было уже проехать. Так, написали сообщение. Сейчас я прочитаю. Пришло какое-то сообщение. Вот, идут пешком. Пешком идут. Встретились. Вы там такой трэш проехали? Там вот такая дорога, как вы сейчас идете. Смотрите, там УАЗик, по-моему, снова едет. Да-да, по бокам. Но я иду, надо мной там ржут, как над конем, что я иду пешком. Вот он снова едет. Вот еще самое жалкое, то, что я спустился столько вниз. Ну, все уже. Теперь назад отхода нет. Сейчас только Рома примет решение. Говорит, зря я оставил машину или нет. В общем, идем. Посмотрим, дойдем или нет. Ну, я в этот раз точно дойду. Скажу, если что, пусть тогда еду, то я как-то буду на джипе спускаться один. Потому что тут уже после того, что я 10 раз туда-сюда сходил, уже жалко свои ноги. Снова в эту, в этот верх. Снова идем. Вот это будет влог. Трэш. Ребята, реально, поставьте лайк за это усилие. Вам ничего не стоит. Все равно меня смотрят там сто, пятьдесят хотя бы человек. Но если каждый из вас поставит просто пальчик вверх, это будет круто. Что-то где-то в таком страшном небе такое страшное гудит. О, только от вертолета что ж он так гудит сильно. Проехал джип и все на меня смотрят как на идиота и говорят. Еще один, откуда он тут взялся прям по губам, прямо слышу. Откуда, блядь, он тут взялся. Пешком, блядь, надо ходить. И здоровье тогда будет отличное, а не ездить на машинах в горку, дышать свежим воздухом. Немножко я, конечно, устал, вспотел, потому что на улице жарко, но идти уж не так уж тяжело, честно говоря, даже при моем весе. Там 96 килограмм было. я иду нормально, абсолютно. Есть, конечно, одышка, как у любого человека, я же иду, но они вроде как, сейчас Пашка мне позвонил, что вроде как устали, не хотят идти. Мне просто жалко свой труд, что я уже поднялся пешком, спустился, их увидел, обратно поднимаюсь, но мне как-то, знаете, реально просто уже жалко свои ноги. Вот, поэтому я в любом случае дойду. Сколько я там поснимаю, я не знаю. Единственное, что сказал, что если, как бы это, если что, то типа пусть едут домой, я как-то спущусь пешком, тут ничего страшного нет, машина стоит у подножья, я говорю, ты меня подождешь, покуришь пока, ну сколько там, через час, через полтора я спущусь, может чуть побольше. Трэш, конечно, контент полный, блядь. Вот, ну, просто уже отступать точно не буду. Одному страшно идти, потому что неизвестно, кто тут водится, медведь, волки. Единственное, что идешь по дороге, где постоянно ездят вазики. Ну, короче, иду, дойду все равно до конца, сколько тут бы, не знаю, сколько тут осталось. Просто как бы это видео не вышло бы в двух частях, и вы бы не узнали, дошел я и не дошел, потому что мне, кроме как с вами, разговаривать больше не с кем. Вот смотрите, вот там вот эта гора, я не знаю, туда-туда нужно, или куда идти, вазики потерял, развилка. Ждем вазики, откуда-куда ехать. Ребята, все, практически добрался. Ну, короче, еще раз созвонились, не поехали, не поехали они. Мне просто жалко, я понимаю, что там ребенок, что нужно спуститься будет с горы, но мне просто жалко, реально, свои ноги, свои силы. Вот. Вот эти пещеры уже начинаются. Осталось совсем немного, только вопрос один, как спуститься обратно вниз, сколько стоит джип, потому что я вообще не знаю, и сколько мне понадобится по времени, чтобы спуститься по этой дороге. 10 километров. Хрен знает, ребята. Пашка там же остался, я его прекрасно понимаю, что ему тоже. В принципе-то, ну просто, это дело принципа уже, вот и все. я тут поднялся, потом спустился, потом снова поднялся, потом там внизу приняли решение, чтобы не ходить. Конечно, мне, ну что я как, сюда-сюда. Вот, тем более, ехать сюда. Я вроде бы и не хотел, просто ребята сами предложили сюда ехать. Страшно, просто единственное, что думаю, что у меня там рублей 500-600. Может быть, билет там стоит тысяча-полторы. Как я буду спускаться вниз обратно? Не знаю, пойду пешком, вниз спускаться легче, в любом случае. Ну сколько это будет по времени, я не знаю, короче. Ну, в любом случае, я уже практически дошел, и вся красота, не знаю, в каком видео будет, в первом или во втором, поэтому, лично для меня, пожалуйста, поставьте лайк, и поставьте, напишите ваши комментарии, поддержите меня, что я один. Время практически уже 7 часов вечера, в горах, без воды, без всего, короче. но иду. Услышно, где-то люди уже говорят. Иду. Позвонил Рома сейчас, говорит, я иду за тобой. Там где-то, говорит, я уже у поворота, там дорога вроде как плохая. Я просто боюсь, что потом на меня начнутся вот эти, знаете, обидки, что я пошел, там ребенок, я все это прекрасно понимаю, поэтому я сказал, ребята, спускайтесь, я же просто, у нас машина стоит внизу, Пашка, ну, один постоит, покурит, у него деньги есть, карточка есть. Ну, так скажем, просто, мне, мне неудобно, просто понимаете, что там ребенок, сказали, как будем спускаться вниз, ночь, поздно, возвращайся, а я столько уже упиздехал, извините за выражение по-русски, просто ушел далеко, 10 километров, нужно было ехать, ну, вот на джипах, но было принято решение на машине, ну, что делать, я уже пешком дошел. Долго там еще идти? Нет, Вон, я машину еще чуть дал. Ага, спасибо большое. А не знаете, сколько джип стоит обратного спуститься, рублей 500 или 1000, не знают. Не знают. Не знают. Ой, красота какая. Смотрите, какие своды. Ужас. Как красиво. Как красиво. А сколько стоит джип обратно спуститься? Понятно, почему ноги идут пешком. Обратно спускаться. Да. А? Вы только поднимаетесь. Короче, полтора косыря стоит спуститься. Нахрен мне это нужно, я пешком пройду. За полтора косыря. Оздоровлюсь. И сейчас с Ромой. Три косыря. Да ну нахер, я пешком пойду. Ну, говорит, типа, если вы будете, типа, вы один, я говорю, один. Ну, типа, сейчас мои люди спустятся, через полчаса, типа, это, спускайтесь, это, я вас за 500 рублей везу. Я что, сюда столько чапал, чтобы, там, 10 минут побыть. Опять, короче, ребята. Ну, обратно, в любом случае, проще, наверное, спуститься будет. продолжение следует.